Музыка Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел бы вам показать морской ночной пейзаж На мой взгляд, вещь настолько простая, что и новичку здесь есть где развернуться Я нашел фотографию в интернете, сделал, напечатал Так удобнее обычно работать И сейчас я вам покажу, как легко расправляться с морем Я думаю, что многие из вас сталкивались с таким состоянием природы И у каждого впечатления какие-то есть Там могли бы быть и горы, и все что угодно, и кораблик Ну, посмотрим, как это написать Вы видели, что работа довольно смуглая Это такие... Ну, лунная ночь То есть, она при том, что черна Но луна сделала ее не вполне черной Мы берем много голубого Голубая ФЦ Берем немного розового И избавляемся от белого холста Замес слегка слякостный Жидкая сметана Создаем цвет ночи В данном случае ночь как бы синяя Делаем Вот так. Итак, синий, ой, не синий, а голубая ФС, немного розовый, и у нас такой синеватый от голубой ФС, розовый, будет синеватый цвет, близкий к ультрамарину, но не ультрамарину. Можно было взять ультрамарин, разбереть его тоже было бы уместно. Чуть смугловато... А, очень важный момент. Вы видите, что я взял формат по горизонтали. Самые вкусные места здесь, это море и свет луны, лунные блики. Поэтому, чтобы самое вкусное, хоть какое-то место на картине заняло, я его взял в горизонталь, чтобы эти струны волн вкусно пописать. И чтобы этой пустоты не было слишком много. Ну, видите, кистью можно орудовать и вот по такой траектории, как бы против шерсти и по шерсти. Так, наверное, еще коричневого добавим. Коричневый даст всему этому теплоту. Я думаю, сейчас на палитре хорошо видно тепленькость, появившаяся теплость. Эту теплость немножко нагоним. Луна дает этот теплый свет. И мы немножечко его подгоним в картину. Легенькую теплоту. То есть, как бы подгрязним голубоватый цвет, синеватый голубоватый цвет, подгрязним коричневизной. И розовиночкой. Теперь возьмем тряпку. Сделаем из нее рабочий инструмент. То есть, это будет выглядеть рабочий инструмент вот такой подушечкой. И распределим красочку, которая уложена на пол, распределим до вот такого мягкого. Я думаю, когда вы сами приступите к этой задаче, вы почувствуете, как хорошо укладывается краска под воздействием тряпки. Тряпка частично забирает в себя лишнее вещество. Но это не значит, что мы должны совсем стереть краску с холста. Нет. Мы только распределяем ее. И мера вещества, оставленного на холсте, довольно понятна и различима. То есть, такая мера, когда краска лежит, ну, просто идеально. Не стерта с холста, но распределена идеально. Ну, вот, нечто такое. Внизу мы видим темный бережочек. Плюс больше коричневого. Снова синечка. Снова розовиночка. И вот такой смуглый цвет из троих, сложный и смуглый цвет, заложим кистью по направлению, вы видите, по направлению лежания плоскости, береговой плоскости. Лежание. Вот такое лежание. Немного подбелим нашу тряпку. И подсветлим центр, где у нас будет луна. Здесь луна чуть-чуть смещена влево. Нас это очень устраивает. Совсем в центре было бы... В общем, не ставим никогда, практически никогда не ставим в центр небесное светило. Будь то солнце, будь то луну. Всегда стоит чуть-чуть отступить от середины, от центра. Можно даже по направлению лучей, вернее, ореола, по направлению ореола уложить эту светлоту. Еще добавим. Еще уложим. Пряпка это делает очень мягко, очень аккуратно. Пряпка это делает очень мягко, очень аккуратно. Где-то здесь у нас, сама луна будет, само светило. Где-то здесь. Я подтираю краску до сухого холста. И на это место ввожу оранжевый или розовый с желтым цветом. Ввожу пальцем в это суховатое место холста. Мы протерли, вы помните. И пальцем растирательно ввожу краску. Если вы не протрете, будет слишком перемешиваться цвет с цветом. Добавим еще светлости. Мера краски очень небольшая. Такая мера дает культурно распределить краску. И, наконец, желтоватое пятно. То есть, там у нас оранжевиночка. И, наконец, желтоватое пятно самой луны. Для сиятельности можно даже раздавить мазок. Глянцевый характер укладки дает ощущение сиятельности. Вдоль линии горизонта положим чуть смугло краску, которая отделит небо от воды. Вы видите, я буквально полностью вставляю кисть в холст и тяну. Тяну жестом руки. Очень неправы те, кто коротким жестом пытается сделать ровное. Нет. Расправьте крылья, поставьте кисть. И с некого расстояния от холста протяните ровную линию. Теперь возьмем густоватую краску. И слегка накидаем мастихином вот эти всколохи колебаний воды. Вот такие. Смотрите, плашмя мастихин струнно укладывает колебания накатывающейся воды. То есть, дальняя вода почти неколеблема. И все колебания скопились в районе переднего плана. То есть, красочка в данном случае уже слегка суховата. Слегка творожисто. До самого горизонта я не дохожу. Где-то здесь перестаю напрягать уходящую в углу воду. На переднем плане легкие колебания. Укладка этих колебаний должна происходить лодочным характером. Но слабо выраженным, поскольку штиль, ну почти штиль. Поэтому выраженность этих лодочных колебаний воды почти неразличима. Но тем не менее, ни в коем случае не такого рода амплитуда. Не такого. Такого. Лодочного. И темных можно чуть-чуть подложить. Вы видите, характер движения настолько простой. Что с ним должен справиться и ребенок. Здесь, на переднем плане, вода легла на вот эту поверхность берега. Тонкий слой воды так залег мягко на берег, что колебания воды прекратились. И она стала выглядеть как лужа. Вот эти вот передние проявления наката воды выглядят уже как лужа. А это значит, что ведут они себя по вот такой траектории. Лужистый характер. Это зеркального вида характер. И вот эту зеркальность мы сейчас уложим. Особенно она светла в районе Луны. В районе вот этой дорожки Луны. Штрих. Штрих. Это штрих. Это не шпатлевка. Ни в коем случае не делать такого рода движений. Штрих. Краска разбегается, раздавливается и укладывается в нарочито вертикальную полосатость. Растертую полосатость. Настолько растертую, что подобно... Смотрите, вот прямо уже сформировалась идея стеклянности поверхности. То есть ровности и отражательности. Лишняя краска от штриха разбегается по сторонам. И это формирует береговую всклоченность воды. Вот этот передовой край, он немножко всклочен. Здесь пена, здесь слегка взыграла пена. Растертую полосу. Вы видите, характер довольно зеркальный. На этой вертикали отраженности любая горизонталь прозвучит, как на плоскости стекла любой звук. Любая брызга, любой звук. Звучат, обозначая плоскость. Несколько светловато. Пена. Пена здесь, пена там. Несколько светловато. Из-за своей рябой природы она особенно восприняла свет. Гребой комковатой природы. Змейка уползающая выразит уползающая змейка. Стоит попробовать потренироваться сначала на холсте, на палитре устраивать эту змейку. Змейку, уползающую. Еще раз посмотрите, уползающая змейка. Попробуйте сначала на палитре и потом вложите сюда. Вот этот взлохмаченный мотив пены. Струны дальних волночек незначительных. С пеной и с темнотой. И с темнотой поднятых. Смотрите, поднятых. Все у нас до сих пор было горизонтально. Ну, кроме вот этого дела, но тоже обозначено горизонтально. И вдруг появляется вертикаль в картине. То есть поднятость волны. Волна стала вертикальной. И мы это обозначаем. Раздавливая, не шпатлюя, не шпатлюя вот так, а раздавливая плашмя мастихином, плашмя раздавливая, укладываем красочку под эти белесые пеночки. Часто даже произвол укладки дает очень эффектные проявления. Но помните, не шпатлюя. Смотрите, даже вот можно кончиком мастихина сопелечку светленькой красочки мотать, и появляется кромка кромка волны. Теперь краешек спустившейся волны, спустившейся к ее горизонтали успокоен. Успокоен. Смягчим вот этот этот сход. Следующая волна. И тоже по возможности поднимем, обозначим вертикальный характер. плашмя мастихином. часть пены вполне заслонила заслонила поднятую темность волны. Вы видите, нечаянный чавяк очень симпатично лег. Не будем то место разрабатывать. Оно и так уже красивое. вы видите, нечаянности неплохо звучат. Ночь позволяет этому всему мерцать и быть не выписанным, а при этом красивым. зигзагом сделала и начала уже падать. здесь уместно уже и немного шпатлевочный характер укладки. вы видите, действительно произвол но как он убедительно укладывает. То есть очень часто нечаянные вещи в картине звучат настолько хорошо, и тут важно заметить. Всегда посматриваем, подходим, посматриваем, не получилось ли чего красивого в картине. Вот уже более густенькая красочка. Она рассказывает о множестве мелких колебаний в этом месте. создает выгодную для масляной живописи фактуру. в холодильнике. Смирной и в холодильнике. Продолжение следует... Чвяк краски, лежачий характер укладки, чвяк, вы видите, краска густой своей, густотой своей, создает выгодный чвяк. Просто плашмя. В основном плашмя мастихина производится укладка. В данном случае. Можно розовиночку задействовать от Луны. Легкая розовизна ложится на эти белесости. Характер уползающей змейки. Вы видите, зигзаг уползающей змейки. Лежачие плоскости. Все время характер укладки. Лодочный мазок. Провисающий. Лежать. Продолжение следует... Лежать. Провисание. Лежать. Лежать. Субтитры сделал DimaTorzok Вот этот спуск, спуск демонстрирую. Когда вы будете делать свою картиночку, обязательно поберегитесь от расширения волны, чтобы ваша волна не стала очень широкой. Став очень широкой, пропадет прелесть удаленности, ухода в перспективу, вдаль. Вот пусть они вот этими тоненькими и останутся. Легкий уклон в ту сторону, то есть уходящести воды, моря туда, туда вот уходящести, то есть берег пошел сюда. Можно немножечко нахлобучить густотой. То есть вот этот авангард воды немножко клокочет. Можно легенькую зеленцу подсунуть, показать теплость воды. И валик закругленности Раздавленный мазочек. Смотрите, новый бомбас! Пойдемте,ilet of. Пойдем,лобачка. Значит, я очень Ny niик. еще чуть-чуть смотрите ребром касаясь ребром но не перпендикулярно а под уклоном взяв меру краски меру меру краски взяв меру ребрышком конечком мастихина укладываю как бы сбрасывается малое количество красочки и у нас появляется еле различимый уход уход вдаль теперь мы с вами возьмем кадми красный светлый это еще один цвет который мы держим своей палитре краплак розовый прочный и кадми красный светлый из красных берем его берем с берильцами сухонько берем без всякого разжижения творожистая укладка вдоль падения света то есть дорожка ведущая к нам она эта дорожка притыкается всюду о выпуклости и совсем и совсем не видна в самом стекле отражения она все выпуклости она облокотилась сначала мы даем ее слегка красноватой то есть разбеленный кадмий красный светлый вы слышите может быть как музыка вторит картине красочка немножко стала поэтому дает возможность укладывать вот так творожисто как бы суховато красный иногда прямо вот такими касаниями кончика вот мера краски вообще незначительные и нет на это только легенькие прикосновения бусинки бликов кистью уложен в самую даль лежачая к холсту кисть не мелкая кисть не пытаемся это сделать мелкой кистью сухонькая красочка то есть без всякого разжижения вы видите палец устраняет некоторые неточности стихи вот и вот и вот и Мастихин взбивает лишнюю краску с холста, в частности если вам не удалось это положить, то вы просто берете мастихин и кладете еще раз на это место, поэтому имейте в виду, ваша неточность не будет катастрофичным, и на это место потом возвращаете что-то другое, дожидаясь удачи. Значит напоминаю, пока мы используем красноту, кадмий красный светлый и белизну, и даже где-то смугло, пока где-то смугло. На картиночке различимо, что вот эта зеркальная поверхность почти не отражает свет. Так выглядит уклон воды, что он в этом месте не отражает, только в бугорочках, в бугорочках пены, поэтому в этих бугорочках пены мерцательно чуть-чуть подложим лунные отражения. И положил мастихином, и подсбрил мастихином. Может быть, и некоторые импульсы, вот эти пенные, тоже здесь чуть-чуть будут краснить. Теперь добавим к нашему замесу красному желтоты и больше белизны. И в самом эпицентре отражения усилим белость. Вытираем каждый раз, после каждого прикосновения вытираем мастихин в тряпку, чтобы только чистый, только нарядный цвет укладывать. Поскольку желтый, если будет перемешиваться с голубым, будет зеленеть, чего нам здесь не нужно. Видите, постоянно вытираю тряпку после каждого, после каждых двух-трех прикосновений. Субтитры создавал DimaTorzok Напоминаю, что не по всей длине, а только в эпицентре. Вот этого меча отраженного. В итоге появилось нарядное проявление цвета. Давайте посмотрим еще раз на картиночку. Можно взять кисть сухую, прям сухую часть. Взять этот наш красный кисть. И чуть-чуть загнать теплоту лунного света от линии горизонта. Таким мягким подштрихом. Субтитры создавал DimaTorzok Напомню, что кисть была чистая, сухая. Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз можно уделить внимание лунному свету. Взять нашу чистую сухую кисть. Натереть большей красноты. Посмотрите, орел вокруг луны. Буквально как вокруг солнца. Такими протуберанцами. Вот такими. Вот такими. И снова желтоватый шарик. Вернее, круглешочек с собой лунный. Опять же, можно ее чуть-чуть придавить, чтобы глянцевость пятна дала еще большую. Сиятельность. Глянцевое пятно сиятельное. Мера краски здесь небольшая. Только в самой луне чуть-чуть. Чуть-чуть больше. Глянцевое пятно сиятельное. Той же сухонькой кистью можно пройтись и лоснение краски успокоить до мерцательного. Чтобы не было какой-то внятной направленности. Если она была бы, то как бы параллельно свету. Не знаю, видно ли вам мерцание. Вот вроде бы я его успокоил. Еще это мерцание успокоит в дальнейшем покрытие лаком покрывным. Небольшой кистью, вот такой тоненькой, плоской. Немножко дорисуем. Вот мне очень хочется вот здесь показать как бы раздвоение волны. Хочется показать тенечку в этой щели между волной и лежачей водой. А здесь вот несмотря на то, что стоило бы положить, наверное, темненький, но как-то не хочется. Как-то красивый жест, хочется его так и оставить. Небольшие оттененности можно подсунуть и под выпуклость, пенную выпуклость вот в этом пространстве. Не обязательно, чтобы она была идеальной ровной проволочкой. Даже желательно, чтобы не была. А вот такой мерцательный характер оттененности. То же самое и здесь, на переднем плане. От этого сразу появляется толщина воды, лежащая на плоскости берега. Бережочек тоже взял на себя красноту. Мелкая галька или песок чуть-чуть отражают свет, в отличие от этого зеркала. Вот тоже немножко рыхловатый, суховатый мазочек, который сразу показывает фактуру. Наверное, переборщил. Сильно вышел из голубых проявлений пейзажа. Сейчас немножко опять голубизну. Кисть лежит, вы видите, лежачая кисть. Рыхловатый мазок, смотрите, создал плоснение краски, подобное множеству мелкого... Ну, галечки, галечки, песочечка. Так. Ну, вот. А! Может быть, еще. Может быть, еще это будут облачечки. Какие-то незначительные облачечки, которые просто организуют пустое пространство. Вот такое что-то. И заодно даже покажут погоду. То есть, легкий ветер идет с моря. И море движется сюда, и облачечки чуть-чуть движутся. Вы видите, характер такого уклона. То есть, погода не стоячая. Вдали перистые проявления облаков. Горизонтальные. Впереди, ну, как бы, вот такие перышки. Можно еще и снабдить. Я считаю, что работа вот в этом ключе закончена. Ну, хотел бы прибавить вторую часть к этой работе. Это двух человечков, идущих по воде гуляющих вечером по теплой воде. Ну, откроем, как бы, вторую часть этой картины. Допустим, где-то здесь будет две фигурки. Одна мужская, другая женская. Возьмем мастихин. Возьмем те же тональности. Она в белом платьице. Он в белой рубашечке. У нее, конечно же, длинные волосы. Слегка рыжат головочки, личики. Мастер-предель. Сынки-предель. Одна 옷. Прямо на ходу придумываем содержание. То есть просто рассуждая, рассуждая. Как бы могли выглядеть фигурки, пытаемся добиться результата. То есть я даже не подготовился к этой задаче. Просто хочу вам показать, как можно наполнить содержанием картину, просто рассуждая изображение. То есть девушка в неком платье, у нее, конечно же, ручки, у нее ножки. Ножки у девочек чаще в одну линейку. Мужчины часто более расставленные ноги держат. Он более смуглый. Музыка Очень важно, делая подобные вещи, не заморачиваться на слишком подробном рисунке. Пусть мерцают, пусть угадываются. Обратите внимание, что я мизинцем облокачиваюсь, чтобы мои движения были точными. Парниша у нас в джинсы, а джинсы уместно рисовать не вдоль, а поперёк. Завёрнутые штанины джинсов светлые, можно это тоже чуть-чуть показать. Свет на выставленной вперёд ноге можно чуть-чуть показать. Свет, естественно, оттуда. Свет на руке можно показать. Посмотрите, какая незначительная очерченность всего. Вот он уже идёт, держит за руку. И ничего там не видно, как это на самом деле происходит. Но вот это угадывание даёт возможность зрителю допридумать. А зритель любит допридумать. Она придерживает своё платье, приподнимает, придерживает платье. Он подрастёгнут. То есть рассуждаем, как может выглядеть молодой человек. Парень гиги чуть-чуть светится. Парень гиги. О, вот он уже стал устроенным, то он был несколько сутовый. Чтобы не рисовать ему сложности на лице, дадим ему легкую небритость, такую адамовую небритость. Подбородки у нее обозначим, и вот она уже куда-то в сторону Луны смотрит. Волосы так очертили головочку, что даже можно носичек разглядеть. Ну не разглядеть, а как бы допридумать. Хотя на самом деле носика там никакого нет. Но такая густая копна волос упростила решение головы. А у него решение головы упрощено бородой. Может быть глазные впадинки чуть-чуть, под носиком чуть-чуть теневая. Так только, чтобы чуть-чуть намеки на содержание в лице. Зритель досмотрит, допридумает. Ее выставленная ножка вперед тоже попала на свет. Вместе с платьем, которое вдоль ножички тоже освещено. Возвращаем светики сюда. То есть тем, что они заслоняют что-то, это дает их силуэтом. Ну еще как это, их присутствие здесь, а не там где-то в багете. Пальчиком те места, которые мы повредили, можно чуть-чуть освещать в горизонтали. И наша парочка несколько отражается в этом стекле. Вот они-то в стекле вполне отражаются. Они отражаются, а свет, вернее, а горизонтали перерубают их отражение. Появляется заслоненность отражения, что тоже выгодно звучит. Ну вот такая история. Что очень важно хочу вам проговорить. Обратите внимание, белый в картине не белый. Не белый, а только лишь беловатый. То есть с грязцой сине-коричнево-розовых проявлений. Ни в коем случае не сделайте откровенный белый. Ну вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok